Совещание глава района начало с отчета о проделанной работе за два года. Для искоренения коррупционных рисков команда администрации выработала определенные механизмы. В первую очередь муниципалитет реформировал систему организации торгов, создав для этого центр муниципальных закупок. Уровень коррупции в районе снизился и благодаря открытию многофункционального центра, где работа происходит в режиме одного окна, исключает прямой контакт с чиновником. Мы создаем максимально открытые и прозрачные инструменты того, как мы оперируем тем или иным имуществом, принимаем ключевые решения. И как только мы это публичим, так сказать, максимально, это сокращает, безусловно, коррупционную составляющую для чиновника. На заседании подняли вопросы о том, что случилось в этот понедельник в здании городской администрации. Одного из заместителей задержали за получение взятки. В размере 4 миллионов 250 тысяч рублей. Андрей Иванов подчеркнул, что это вопиющий случай. Главы поселений должны еженедельно, ежедневно проводить работу с своими подчиненными и объяснять, что такое коррупция, что такое превышение должностных полномочий и держать руку на пульсе. Это ответственность глав поселений. Глава муниципалитета подчеркнул, что необходимо проводить семинары для чиновников. На них будут рассказывать об ответственности за злоупотребление служебными полномочиями. Ответственность, которая возникает при получении взятки, в том числе, или при превышении полномочий, мы должны прописать каждому государственному служению, служащему в инструкциях и в должностных обязанностях, чтобы была возможность, постоянно спрашивая. Я думаю, что чиновники будут еще сдавать определенные тесты, экзамены на предмет такой антикоррупционной подготовности, чтобы все четко понимали, какие будут последствия. В работе по борьбе с коррупцией администрация рассчитывает на участие стражей порядка. В итоге работа подразделения. Следует отметить, что все-таки мы действительно много приняли мер профилактического характера. На следующих заседаниях комиссии особое внимание будет уделяться мерам, которые принимаются местными властями и правоохранителями по недопущению фактов коррупции. По словам Иванова, подобные встречи будут проводиться раз в две недели для того, чтобы оценивать эффективность работы и обсуждать, какими инструментами можно вооружиться для искренения любого вида взяточничества. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.